В эфире программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. В ДТП с участием грузовика и троллейбуса пострадал 7-летний ребенок. Более сотни неисправных автобусов и маршруток за несколько дней нашли в Рязанской области. На капитальный ремонт Куйбышевского шоссе потратят 200 миллионов рублей. В Рязани в аварии с участием грузовика и троллейбуса пострадал 7-летний ребенок. Авария произошла вечером в среду. По предварительным данным, грузовой автомобиль МАЗ под управлением жителей Коломны столкнулся с троллейбусом, за рулем которого была Рязанка. В результате аварии несовершеннолетний пассажир троллейбуса получил травмы и был отправлен в больницу. Обстоятельства аварии уточняются. Житель Московской области, управляя автомобилем МАЗ с полуприцепом, совершил столкновение с задней частью троллейбуса. В результате дорожно-транспортного происшествия от стекла, которое осыпалось в салон маршрутного транспортного средства, травму получил 7-летний ребенок. Для оказания медицинской помощи он доставлялся в больницу. В Рязанской области за несколько дней нашли более сотни неисправных автобусов и маршруток. Во время профлоксической операции автоинспекторы осмотрели более тысячи транспортных средств. С каждым днем город все больше заполняют автомобили. Нескончаемые пробки по всем направлениям стали уже привычным делом. Но среди жителей нашего города также остались и те, которые предпочитают общественный транспорт. К тому же сейчас в Рязани его загруженность составляет всего 30%. Однако проехаться с комфортом удастся не всегда. В час пик в автобусах и троллейбусах по-прежнему много народу. Не говоря уже о маршрутных такси. Количество пассажиров в них часто выше допустимой нормы. Вопросом нарушений правил дорожного движения общественным транспортом занялись сотрудники госавтоинспекции. Результаты проверки удручают. Выявлено 102 технически неисправных автобуса и маршрутных такси. Из них один автобус, в конструкцию которого неправомерно внесены изменения. 10 транспортных средств не оборудованы тахографом. В результате проверки выявлено 108 недостатков в организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения. А именно управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Большая часть нарушений была связана с управлением транспорта без включения ближнего света фар. 30 из них связаны с перевозкой пассажиров. 11 транспортных средств и вовсе пренебрегали требованием дорожных знаков и разметки. Среди нарушителей оказался незарегистрированный в установленном порядке автотранспорт. Все эти недостатки выявлены у общественного транспорта, который ежедневно перевозит людей. Мы решили узнать мнение граждан на этот счет. На задних стеклах общественного транспорта с каждым днем все больше появляются информационные таблички. На них сказано, куда нужно звонить, если машина нарушает правила дорожного движения. Можно смело сказать, что безопасность дорожного движения зависит даже от пассажиров. Рязанские должники отдали 21 миллион, чтобы уехать за границу. Об этом сообщила пресс-служба управления федеральных приставов по Рязанской области. За первое полугодие судебные приставы временно ограничили в праве выезда за пределы страны более 3,5 тысяч рязанцев. Общая сумма их долгов составила почти 2 миллиарда рублей. Отмечается, что запрет на выезд за границу снимают в течение нескольких суток. Региональное управление Федеральной службы судебных приставов советует отправляющимся за границу рязанцам проверять себя на наличие непогашенных задолженностей. На капитальный ремонт Куйбышевского шоссе потратят 200 миллионов рублей. Планируют полностью заменить асфальт на участке протяженностью более полутора километров, отремонтировать тротуар и сделать ливневую канализацию. Молитвы горожан были услышаны. Одна из самых проблемных дорог города Рязани будет отремонтирована. Куйбышевское шоссе – почти самый нелюбимый маршрут для водителей. Сплошные выбоины и ямы. Проехаться по ним без вреда для автомобиля получается очень редко. И совсем недавно начался долгожданный ремонт. О значимости Куйбышевского шоссе говорить, мне кажется, бессмысленно. Это одна из ключевых транспортных артерий города. Поэтому этот проект для нас в текущем году приоритет. В ближайшее время на участке, прилегающем к шоссе, пройдет инвентаризация инженерных сетей. После этапа подготовки дорожные службы непосредственно приступят к строительству теплотрассы за пределами проезжей части. Параллельно с этим проведут ремонт участков дороги, на которых не предусмотрена замена коммунальных сетей. Затем последует врезка старой теплотрассы в новую и демонтаж старого трубопровода с восстановлением поврежденного дорожного платна. В рамках этих работ будет выполнена замена бортового камня на всем протяжении ремонтированного участка дороги, уширение дороги, частичная замена опор, контактные сети и освещение, замена светофорных объектов. В том числе один светофор будет выполнен на нерегулированном пешеходном переходе, мигающем светофором. Нанесена терморазметка из термопластика. По словам начальника управления благоустройства города Владимира Луканцова, на этот проект будет направлена треть всех финансовых средств, запланированных на дорожно-ремонтную кампанию в Рязани в этом году. Сумма составит 200 миллионов рублей. Работы преимущественно проводятся в ночное время суток. Скажем, за минувшую ночь было отфрезеровано 6000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. То есть идет подготовка дорожного полотна к проведению ремонтных работ. Естественно, если бы работы проводились круглосуточно, этот показатель был бы в три раза больше, но тем не менее, дабы не создавать неудобств для автомобилистов, ведь работа проводится только в ночное время. К сожалению, ремонт Куйбышевского шоссе скажется на городском трафике. Альтернативные маршруты объезда пройдут через восточно-окружную дорогу и улицу Черновицкую. На подъездах к Куйбышевскому шоссе уже установлены соответствующие информационные таблички. На них сказано, что ремонт дороги закончится к 1 сентября. Нам остается только ждать. Еще один участок города ждет окончания ремонта. И пока автомобилисты изучили уже все пути объезда Кремлевского вала, планы закончить ремонт здесь 25 июля не оправдались. На данный момент рабочие смонтировали новый коллектор протяженностью 400 метров и заменили старые канализационные трубы. Всю улицу готовят к укладке асфальта. Отмечается, что на участке протяженностью 150 метров уже начали укладывать первый слой. Напомним, асфальт на Кремлевском валу провалился 4 раза. Ремонт планировали завершить к 25 июля. На протяжении многих веков названия улиц, в том числе и в нашем городе, были народными. То есть их не присваивали и не закрепляли сверху. Они рождались благодаря жителям и отражали, как правило, местные особенности улицы. После революции 1917 года в Рязани, как и по всей стране, наступает период массовых административных переименований. Взамен старых потребовались названия, символизирующие победу революции и наступление новой жизни. Меняют название улиц и сегодня. Подробнее об этом процессе расскажет Валерий Седов. У моста на улице Горького пока есть название. Правда, оно народное. Горьковский. До этого он назывался иначе. Мясницкий. Также в честь улицы. Теперь мосту хотят дать новое. На сей раз официальное имя. В честь французского города-партнера Брессюира. По словам краеведа Игоря Канаева, партнерство и побратимство – это две разные вещи. Отличный пример последнего можно увидеть на площади Дмитрова. Гостиница, названная в честь города Болгарии, и монумент рядом с ней. Сейчас же мы имеем дело с обычным участком дороги, которому просто дадут новое имя. Зачем же в старом городе, который и так один квадратный километр, сюда чужеродные элементы включать? Для этого есть Большая Рязань, которая почти 300 квадратных километров занимает. И можно найти достойное место для приема делегаций из того же Брессюира. Как считает краевед, само место должно не только носить имя города-партнера, но и быть как-то привязано к месту. Мост располагается в районе старого города, который и так небольшой. И здесь данное название будет крайне неуместно. Есть школа замечательная на улице Семинарской, которая специализируется на французском языке. Вот там бы памятный знак был бы совсем уместен в виде, может быть, какого-то объекта в миниатюре Брюссвирского. Но основное негодование краеведа связано именно с названием и переименованием улиц. И проблема здесь куда серьезнее. До начала 20 века в России, по нашим российским, русским традициям, никогда не назывались улицы в честь. Потому что честь у улицы нет. Улица кормит, возит, по ней коммуникации, на ней разный набор магазинов, сомнительное содержание заведения. Сейчас на каждой улице, которая носит название писателя или поэта, располагаются бары и магазины, торгующие алкоголем. А ведь есть десятки способов увековечить имена великих людей, не называя в их честь целой улицы. Это и мемориальные доски и стеллы. Именем известного человека можно назвать школу, колледж или институт. Информационная доска в начале и в конце улицы. Улица названа в память о человеке, который совершил подвиг. Может быть большой портрет. А пока страдает только память о людях, имена которых носит тот или иной участок города. Так улица Грибоедова в народе уже давно носит название «Золотой» из-за частого прорыва и ремонта канализационных труб. Некоторые жители города уверены, что улица профессора Никулина названа в честь известного актера. И таких случаев много. То есть если спуститься с небес на землю, с луны на землю и внимательно осмотреться вокруг, здравомыслящие рязанцы поймут, что улицы не могут достойно хранить память о человеке. Лучше это делать в музеях, в школах, в школьных уголках, в аллеях, в парках, в скверах, в памятниках. В городе около сотни улиц носят названия известных личностей. Игорь Канаев уверен, что сделать их чистыми, убранными и образцово-показательными точно не получится. Ведь придется бросить все силы именно на их благоустройство. А донести значимость имен людей можно куда более интересным способом. Меры повышения дорожной безопасности на пересечении улиц Матросова и Ломоносова обсудили представители городской власти с рязанцами. Работу по улучшению ситуации на этом участке дороги уже начали. Выездное совещание состоялось по поручению в Рио губернатора Николая Любимова. На перекрестке улиц Матросова и Ломоносова в Рязани оборудуют пешеходный переход. С просьбой обеспечить дорожную безопасность на этом участке обратились местные жители. Власти города просьбу услышали и в понедельник, 24 июля, встретились с жителями дома номер 5, дробь 7 по улице Матросова для обсуждения волнующих их вопросов. На месте совместно с гражданами был определен перечень первоочередных работ по повышению дорожной безопасности на пересечении улиц Матросова и Ломоносова, а также сроки их реализации. По словам Владимира Луканцова, работа по улучшению ситуации на этом участке дороги уже началась. В настоящее время уже сделаны подходы к пешеходному переходу, к тому пешеходному переходу, который мы планируем в течение текущей недели сделать здесь. До конца недели будет внесена бело-желтая разметка, установлены дорожные знаки. Также по просьбе жителей дома номер 5, дробь 7 по улице Матросова в ближайшие дни планируется отремонтировать тротуар вдоль дома, ведущий к переходу, и окосить траву на прилегающих газонах, которые снижают видимость при маневре автомобилистов на повороте. Я очень благодарен тому, что вот так быстро отреагировала администрация города. Приехали соответствующие товарищи, руководство префектуры Октябрьского района, руководитель службы благоустройства города. И вместе с жителями прилегающей территории показали, рассказали, как все это дело будет выглядеть, все готово. И то, что в конце недели будет это все сделано, мы с большим удовлетворением все это дело выслушали. Благодарны руководству города, руководству Октябрьского района, соответствующих служб. В числе прочих в ходе встречи был рассмотрен вопрос улучшения уличного освещения. По словам Владимира Луканцова, в ближайшее время будет выясняться, какие именно фонари наружного освещения неисправны, после чего будет произведена их замена. Сегодня день сотрудника следственных органов. 25 июля 1713 года была основана Следственная канцелярия. Первый государственный орган в России, наделенный правом предварительного следствия и подчиненный непосредственно главе государства. И вот уже более 300 лет следственные органы России стоят на защите интересов государства. Выполняя поставленные перед ними задачи. Установление истины и изобличение преступников. Этот профессиональный праздник учрежден у нас в 2013 году правительством Российской Федерации. На сегодняшнем торжественном собрании побывала Марина Комиссарова. 25 июля отмечается профессиональный праздник сотрудников органов следствия Российской Федерации. Дата выбрана не случайно. Более 300 лет назад, 25 июля 1713 года, издан именной указ императора Петра I о создании Следственной канцелярии гвардии майора Волконского. Нормативную основу функционирования новых органов следствия образовал наказ майорским следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 года, в соответствии с которым созданы еще шесть таких канцелярий, подчиненных непосредственно Петру I и наделенных полномочиями по проведению предварительного следствия по наиболее сложным и опасным коррупционным деяниям, так как взяточничество, казнократство, служебные подлоги и мошенничество. На протяжении трех столетий отечественные органы предварительного расследования неоднократно меняли свою структуру, название, подчиненность, порядок осуществления своей деятельности. 7 сентября 2007 года с целью разделения функций расследования и надзора создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. С 2011 года Следственный комитет действует как полностью самостоятельный независимый орган. Как и при Петре I, ведомство не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Руководство его деятельностью осуществляет глава государства, благодаря чему сотрудники могут оставаться объективными и беспристрастными. Несмотря на относительную молодость, деятельность и дальнейшее развитие вновь созданного Следственного ведомства строится на принципах уважения и преемственности глубоких исторических традиций российского следствия, которые в новых условиях работы последовательно развиваются. Команда главного управления МЧС России Паризанской области стала лучшей в межрегиональных соревнованиях среди служащих госинспекции по маломерным судам. Соревнования прошли во Владимирской области. За главный приз боролись участники из 17 регионов. Подробнее в репортаже Галины Ершовой. Сильные и отважные сотрудники МЧС готовы прийти на помощь в любой ситуации. Своё мастерство они показали в соревнованиях на маломерных судах. Более 100 спортсменов из 17 регионов Центрального федерального округа приехали во Владимирскую область. В течение трёх дней они боролись за звание лучших. В программу соревнований входят тестирование, это теоретические звания, кольцевая гонка на катере, и маневрирование на гидроцикле, и маломерном суде. Государственные инспектора, ввиду своей деятельности, они преследуют нарушителей, поэтому они должны и сами умело управлять фаутерами средствами. Конечно, профессиональные качества. Подчеркнув это и оказание первой помощи, определенные теоретические знания, знания спасания людей народа. Всё здесь это присутствует по элементам. Список элементов, которые должен выполнить каждый сотрудник МЧС, по-настоящему велик. Бросание конца Александрова, спасательного круга, подход к пострадавшему, буксировка транспортного средства. Каждая сэкономленная секунда может принести команде победу. Маломерных судов, которые применяются и стоят на вооружении в МЧС, в МЧС России, в УБО, очень большое количество. И они все разные. По своей мощности, объему, и, естественно, по тем моментам, где их можно применять. Есть малые реки, есть очень большие акватории. Поэтому инспектор, который действительно является победителем, он должен быть разносторонне подготовленным и уметь владеть всевозможными маломерными судами и грамотно их эксплуатировать. Значимость для инспектора очень велика, потому что встречаются много областей, делятся опытом, общаются. Вообще, я считаю, что это надо проводить как можно больше таких встреч для общения и принимания опыта. Победителем соревнований стала команда из Рязани. Это дает молодым людям право выступить во всероссийском этапе и побороться за главный приз. Соревнования пройдутся с 25 по 28 августа в Нижнем Новгороде. Однако готовиться к ним команде некогда. Сколько это времени уходит на подготовку? На подготовку времени у нас, в принципе, нету, потому что нам еще нужно работать безопасность людей на водных объектах в первую очередь. Поэтому мы делаем свою работу. Скажем, вот так вот. То есть для нас это работа, а не такая подготовка, что мы там спортсмены просто выполняем то, что мы должны делать и уметь делать. Опытная рязанская команда не раз занимала верхнюю ступень пьедестала. В 2014 году им уже удалось одолеть сильных соперников. Пожелаем им удачи и в этот раз. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения классика русской литературы Константина Паустовского. Писатель в десятках своих рассказов воспевал Рязанскую и Мещерскую сторону и имя его навсегда теперь связано с этим лесным краем за рекой Окой. Константина Георгиевича Паустовского можно назвать светилом русской литературы 20 века. Тот факт, что его книги известны и популярны за рубежом, говорит об огромном таланте писателя. Часть своей жизни Константин Георгиевич провел в Рязани Рязанской области. Он проникся красотой Рязанской земли и буквально влюбился в Мещерский край. Сегодня в Солочи состоялись паустовские чтения. Представители общественности и власти вспоминали великий талант русского писателя. В этом году мы отметили 125-летие со дня рождения Константина Паустовского. Отрадно то, что, невзирая на эти годы, дети запоем читают его книги, потому что их привлекает именно красота, поэтичность русского слова. Потому что можно посмотреть на березку и пройти мимо равнодушно. А можно увидеть в ней необычайную тонкость, красоту и радость. Знакомство Паустовского с Мещерой началось с изучения обрывка карты, в которой ему в булочной завернули хлеб. Одним из любимых занятий писателя было изучение географических карт и чтение лоции. Забыв о хлебе, Константин Георгиевич погрузился в карту, на которой заманчиво зеленело море лесов. Паустовский говорил, что после Мещеры он начал писать по-другому, проще, сдержаннее. Однако Константин Георгиевич приезжал в Мещеру не только за вдохновением. Тропа Паустовского отходит от порога Пожалостинского дома. Не случайно, потому что Паустовский более 20 лет прожил в доме Пожалостина. Паустовский не случайно оказался в Солочи. Первая жена его была из Рязанских, из Луховиц. И Солочи оказалась именно тем местом, где Паустовский соединил то, что он любил. Это непроходимые леса, которые остаются за спиной. И, переходя дорогу, перед нами открываются просторы заливных лугов. Длина тропы около 20 километров и рассчитана она на один день пути. Тропа проходима в любое время года. Путешествовать по ней можно пешком, на лыжах и на велосипеде. Маршрут затрагивает село Полково озеро Прутларина. Далее путь проходит на Черенькое озеро, которое является памятниками природы и имеет собственный режим охраны. Сейчас все желающие могут пройти любимыми маршрутами литератора. В поселке организованы Малая и Большая тропы Паустовского различной протяженности. И на этом у меня все. Я напомню, что новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Хорошего продолжения вечера и до встречи в эфире. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом, в коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok